Доброе утро! И поэтому сегодня так у вас вечер наполнен различной классикой, я уже видел балет, я видел оркестр, и я решил принести самую классическую игровую приставку, то, с которой начиналось все, в том числе и России, бум, видеоигр, это старая добрая Дэнди. Как она у тебя сохранилась? Или это не до сих пор продается? Это продвинутая. Я же не разбираюсь. Вообще просто, Валера, принято, когда, знаешь, приходишь на новое место работы, надо проставляться, понимаешь? А тебя заставили принести игровую приставку. Так еще все впереди, подожди, ну не мог же он... Надо именно... Все хитрее, вы посмотрите, это особая версия у вас игры сейчас уже запущена, это специальные зимние танчики, видите, уже стоит пауза, и на ней написано пауза 150 грамм. Соответственно, видите, я уже готов, готов на будущее, поэтому, как эфир закончится, будем отмечать. То есть, либо водички выпить, либо газировки, как говорят в нашем эфире, у нас нельзя говорить про это, понимаешь? Я же не уточнил, что именно. Но играть можно. Женя, я сейчас нажму старт, и мы поедем. Давай, я готова. Ребят, ну это классические танчики, кроме того, вместо того самого орла, которого вам надо защитить, у нас находится здесь снеговик. И в это время надо отбиваться от других танчиков, которые хотят в это время заполучить его. Я опять умерла. Ну, ничего. А сколько у меня жизней? Можно уточнить? У тебя уже, я поздравляю, у тебя их ноль. Собственно, у Вани одна. В Новом Годе он написал мне игра. Запоздала, все это дело пришло. И, давай, Ваня, ну, пожалуйста, покажи, ну, что ты помнишь все это дело? Значит, я хочу сказать, что раньше в танчиках новые танки не рождались. Если ты убивал танк, то он убивался. А тут, я смотрю, они прям плодятся одним за другим. Я тебе раскрою страшную тайну. Жизнь, Валера, усложняется. Можно было в кирпичные стены стрелять. Ребята, страшнейшая тайна. То, что в наше время были китайские клоны, а в оригинальной игре их было очень-очень много. Давайте посмотрим, ребят, кто из вас победил. Ну, соответственно, Ваня, ты игрок под номер один, у тебя 700 очков, 7 побитых танков. И все! И все! 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 Ну, раньше видеоигры были гораздо сложнее, а сейчас у нас виртуальная реальность. А если был бы накрыт стол, нифига бы не было все, мы бы проложали бы есть и веселиться. Давай сыграем еще разок. Нам Валера сказал, что еще вот в этой приставке есть какие-то другие игры. Валера, давай. Есть какой-нибудь там тетрис на раздевание или еще что-то такое? Ну, все хитрее. Давайте, ребят, я вам запущу. То есть ты предлагаешь биться в тетрис виртуально, а раздеваться реально? Так, не выйдет. Женя, твоя фантазина сейчас неуместна. Так, есть Марио. Да, Донбеконг. Марио, это отличная игра. Вот Марио, я помню. Слушай, ну давай для тебя и запустим его сразу. Давай. Нет, тут какой-то Марио-брос, это что значит, какое-то усовершенствование? Вань, ну вот видишь, не зря я к вам пришел, буду рассказывать обо всем на свете. Заметьте, рождение игры, 85-й год. Товарищи, 85-й год. Это называется, почувствуй себя старым в этот момент. Ребят, да все просто. Женя, держи. Нет, Валера молодец, он заморочился, он привез из дома плазму, стойку. Сейчас я пойму, что он делает, он только прыгает и идет. По большому счету. Звук же должен быть, да еще? Где у нас пульты телевизора? Ну Вань, давай мы сегодня за оркестр с тобой будем. Опять меня убежать. Я тебе раскрою великую тайну, это тот самый водопроводчик, который не лезет в трубы, а на самом деле он прыгает на врагов и их побеждает. Вот, кстати, наверх. Наверх, наверх. Ну вот видишь, все со временем получается. Я отношусь к категории как раз тех людей, вот он меня второй раз уже убивает. Просто я играю крайне редко, практически я бы сказала никогда. А звук не передается, да, наверное, только в видеосигнал, да? Должен, должен. Должен быть. Ну, что-то произошло. Нет, ну это твоя плазма, сам будешь ее налаживать потом, ничего делать. Теперь меня убили еще раньше. Он обычно запускается на втором уровне, поэтому, Женя, да пройди, у тебя все получится. Да, какие тут еще есть варианты игр. Что еще скрывается в этой серой коробчонке и какими еще увлечениями, интересными делами занимается наш новый коллега Валерий, мы узнаем сразу после небольшого блока рекламы. Не переключайтесь. Поскольку у нас не получилось играть с более простой приставкой, Валера решила усложнить задачу и говорит, а давайте посложнее поставим, как будто с первой, да, у нас все было просто. Короче, я все понял. Валера, Валера, помимо того, что наш новый коллега, еще и обеспечена очередь. Да с чего ты взял? На самом деле это все добро, легко приобрести любому человеку. Знаете, нельзя так говорить в нашей программе. Тебе потом начнут звонить. Да тебе уже хорошо, я вижу. Смотрите, друзья, мы только что знакомились с самой первой приставкой компании Нинтендо, а сейчас познакомимся с самой последней, самой свежей, в которой джойстиками даже предстоит вам двигать движение. Жень, держи. Вань, держи. Это как для дурочков. Возьмите по одному контроллеру в руки. Да, трясти. Не, Вань, тебе еще рано трясти. Это еще, если что, не сама игра, на самом деле, поэтому мы только настраиваемся. Ваш контроллер завибрировал, спрашивает девочка. Да, завибрировал. Потрясите своим контроллером. Видите, уже настроение улучшается, все классно. А, ничего не надо. Ребят, тут все достаточно. Тут сильно много кнопок. Да нет, ребят, тут он двигать придется, и этими контроллерами в движении. Мне кажется, Валера пролоббирован какой-то компанией, занимающейся продажей моих игровых представок в нашем городе. Вот, ребята, то, что вас ждет под конец эфира, это двойной удой. Двойной удой. Ладно. Собственно, здесь два вот этих замечательных актера показывают нам, что предстоит вам делать. Вам, смотря в глаза друг к другу, сейчас предстоит надоить как можно большее количество стаканов молока. Куда нажимать? Смотрите, вот, если я показываю, как нажимать, надо этот контроллер двигать вверх-вниз и одновременно нажимать кнопочки, скажем так, дая сосок коровы. Поэтому и приходится его и прожимать немножечко. В общем, что нынче только не придумают, симулятор дойки коровы. Ну, давай попробуем сначала, а потом перезапустим. Можно так сделать? Нет, нет, здесь только хардкор, высокая слож, поэтому сразу начинаем. Прикрепите мешок, как показано, держите контроллер и не выпускайте его. Ну, это понятное все дело, потом не рассчитаемся. Так, дальше. Два юща, плазма же дорогая. Окей. Это уже третья, понимаешь, куда я только не возьму. Один. Нажмите любую кнопочку, вы сможете. Что такое лоб? А, там кнопочка А, Б, вверх-вниз, как угодно. Есть. Все, готово. Теперь еще раз нажмите кнопочку. Давай, Ваня, я в тебя верю. Давай, ты сможешь. Вот удалось. Все, смотрите в глаза друг к другу. Это... Наценивайтесь на то, что это максимально интимный процесс. И будьте готовы. И нажимайте кнопки С, Л и С, Р. Мне так нравится, как ребята сконцентрированы сейчас в этот момент. С, Р. Все, все, нажмите эти кнопочки. Так. Держите сосок, как в первый раз. Ребята, корова, поехали, доем. Друзья, активнее, но активнее. Женя, ровнее. Что это? Прижимаем сильнее. Давайте. Дети ушли все в школу. Можно добавлять звуки? Так и получается, молоко, на самом деле. Вот. У меня это льется. Смотри, какой струей, а? Давайте, ребята. Оно там должно еще вибрировать. Если вибрирует, то правильно. Конечно, вибрирует. Я получаю удовольствие. Это видно по твоему высокоэмоциональному выражению лица в данный момент. Жень, ну не стесняйся. Ну раскройся. Может быть, я выиграла отхода. Я посмотрю, сколько надоедет. Спасибо за то. А, говорил, раскройся. А я победила. А я победила. А как она победила? Видите, видно даже процесс, как вы это делали. То есть, видно, Женя в последний момент вот разогналась и добила корову до победного. Ну, я-то думал, я победу одержу. У меня аж струя там расширялась в несколько раз. Ничего страшного. Хочешь еще разок сыграть. Давай еще. Есть какая-нибудь более... Давайте я вам выберу что-нибудь другое. Потому что... Есть какая-нибудь взрослая игра? Конечно. Сейчас мы будем орудовать пистолетами. Взрослая игра. Ох, какое-то все интересное. Ковбой, поднять, собственно, ваш джойстик, ваш пистолет и выстрелить. Так, подождите. А, вот так и вот так. Да, да, да. А больше ни на что не нажимать. Ни на что не надо нажимать. Лучше держи, как пистолет. И уже выстрелить. Ты торопыгрывай. Только что сообщила игра. Смотрите в глаза, Ваня, не смотря на экран, смотрите в глаза друг друга. Почувствуйте напряженный момент. Вот эту нажимать кнопку или вот эту? Большую. Как прозвучит огонь, стреляйте. Опустите пистолеты, чтобы смогли смотрели в землю. Мы опустили. Все, приготовьтесь, ребята. Повернитесь друг к другу. Волнительный момент, друзья. Приготовились. Внимание. Опустите пистолеты. А я не нажал, я не нажал. Давайте не торопитесь, ребята. Видите, он срабатывает, когда вы... Вернитесь друг к другу. Мы повернулись. Приготовились. Давно не виделись, я понимаю, ребята. Внимание. Валера. Валеру стреляем. Кто? Вот это было неожиданно. Сейчас мы узнаем. Женера, я поздравляю. Да ну, вас знаю, я не буду больше играть. Я вообще сразу сдаюсь, когда я... Когда я не выиграю, два раза подряд я понимаю, что я никчемный игрок. Ваня, ну ничего страшного. Валера, давай с тобой постреляем. Буквально 30 миллисекунд. Давай еще хитрее версию я поставлю. Еще. Там будет одно отличие в том, что... Подожди, подожди. Мы будем с тобой стрелять по... сигналу огонь, но он будет кричать всякие другие слова в это время. Давайте я выставлюсь. А, то есть он еще до слова... Ой. До слова огонь еще что-то скажет? Ой, я можешь сказать все, что угодно. Он все, что угодно. Но если ты стреляешь не вовремя, тогда все. Тогда ты либо торопыга, как было ранее сказано, либо, собственно, уже ковбой, который стрелять не может. Либо обиженка. Приготовились. Вот сейчас в караце рассказывается, что делать. То есть как это выглядит. Авиация! Омлет! Слушайте, ну это сложно. Гол! Я понимаю, только слово огонь. Только слово огонь. Ничто иное. И вот показано, как это будет. Кто победит в конце концов. Кстати, насмехаться тоже надо обязательно друг на другом, если ты побеждаешь. Хорошо. Так. Так же курок, так же кнопка, так же держь вниз. Так же смотрим друг другу в глаза. И узнаем, кто у нас победит. Будет окончательным победителем. Ваня, изобрази пока в перекате поля или там орлы, которые с тервятники летают на гоме. Приготовимся. А, а! Омлет! Аттракцион! Да, ужас какой. Огонь! Авиация! Огнецвет! Огонь! Ну? Какой у тебя нежный выстрел. Да е-мое! Е-мое! Я победила! Я победила! Спасибо, Ваня! Спасибо! Вот так. Так будет, так будет лучше. Вот так бывает! Продолжай эфир без нас, пожалуйста. Ну как же я без вас, без вас я не могу. В чем женщина везет, а? Выходите, пожалуйста. Валерий Вайнер находится у нас сегодня в гостях. Давай мы не будем прощаться с Валерой, давай мы его до конца эфира попросим с нами остаться. Это было очень весело. Ну ладно, раз победитель просит, почему бы и нет. Конечно же, не в гостях на своем новом рабочем месте. Мы привыкаем к нему, он к нам привыкает. Пока что еще не прострелялся. Это очень важно. Вы должны понимать, если являетесь настоящим, искренним зрителем программы «Новое утро». У нас только через это. Да, Валера, мне в это игр достаточно. Слушайте, ну это очень хорошо, что вас радует, находится то, что вас вполне устраивает. Ну, мы поняли, что Ваня у нас чемпион по ретро-играм, а ты все самое свежее, тебе отлично заходит. Да. Я стреляю хорошо, прервелся ненадолго. Знает кто-нибудь? Дуэль обман. У нас не дуэль, а совет за 60 секунд. Смотрим и слушаем.